Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 октября и у кого-то уже возможно наступила пора посадить под зиму лук. Я вот для тех людей, которые впервые нынче хотят посадить лук под зиму, сняла несколько видео и кого интересует, могут на моем канале посмотреть. Первое видео было месяц назад, по-моему, преимущество посадки лука под зиму. И там я объясняла, что он, во-первых, освобождает нам место весной, ой, время весной, если мы осенью посадим. Во-вторых, он и вызревает раньше, это конец июля или начало августа. Ну и там много преимуществ, он и посильнее весной пораньше. Потом второе видео было уже вот неделю назад про выбор места, где я сказала, что главным условием должно быть то, что это место солнечное, а остальное он растет хоть после кого. Потом я про подготовку грядки рассказывала. Что ничего сложного, добавляем перегной и золу, если нет золы, то суперфосфат. И если нужно обработать, если были какие-то заболевания, то медный купорос проливаем. Вчера я рассказывала, какой сорт можно использовать при посадке под зиму. Говорила, что использовать можно любой, не только озимые сорта, которые у нас преимущественно только голландские и редко встречаются в продаже. Можно высаживать любой, но только если простые сорта, то нужно выбирать маленькую-маленькую луковку, а если озимый, то вот такие большие тоже подойдут, любые. И вот сейчас я дошла до самой главной темы, от которой зависит вообще весь, удачный будет у нас урожай богатый или нет, весь наш труд. Это как правильно посадить, а именно, насколько заглубить луковицу, чтобы она и не вымерзла, и свободно пробилась у нас весной. Вот у меня вчера было 25 градусов, сегодня уже 9, идет дождь. Мне садить еще рано. Казалось бы, вот сейчас у нас благоприятная погода, влажненько, 9 градусов можно посадить. Но нет, я посмотрела прогноз, завтра будет еще холодно, а потом опять 16-17 градусов с плюсом, это рано, я буду ждать. Но для тех, у кого уже наступила пора, я специально вот это сделала, это не мои посадки, а просто специально сделано 2-3 бороздки, чтобы показать. Потому что от этого очень много зависит, от того, как вы заглубите, и сколько вы сверху нахлобучите утепления. Смотрите, от того, какой вы лук высаживаете, зависит глубина вот этой бороздки. Грядку, когда мы сделали, разровняли, вот видите, у меня ровненько разровнено, и мы делаем бороздки, вот эти вот, на расстоянии 15-20 сантиметров. Можно и 15, можно и 20, кто-то делает и 25, это зависит, ну, от человека, как он хочет, так и делает, но 15-20 этого достаточно. И дальше мы делаем глубину, если у нас всего к маленькой, вот эта овсюшка, про которую я говорила, то мы ее должны заглубить не больше, чем на 2 сантиметра. Над ней земли должно быть 2 сантиметра. Сверху потом мульча, утепление, это может быть хоть сколько, там 5 сантиметров, можно и опилок, и листьев наложить. Но их мы весной ведь будете убирать, они такие рыхлые, вы их уберете. А вот этот слой, через который должно пробиться вот это тоненькое нежное перо, перо вот у таких маленьких луковичек очень-очень тонкое. Если вы заглубите больше, он будет долго там сидеть, он будет биться, биться сквозь этот слой толстой земли, он может даже погнуться, некоторым луковичкам не хватает сил, потому что они маленькие, меньше 1 сантиметра. Посмотрите, какая она крошка. Конечно, ей будет очень сложно. Вот над ней земля должна быть только 2 сантиметра. И то, я вот когда делаю вот такие вот бороздки, вот здесь примерно глубина 2 сантиметра. Я засыпаю всегда перегноем, а не землей, потому что перегной, вы знаете, что он более рыхлый. Засыпаю вровень, вровень, и потом сверху, вот будет свободное время, сверху еще делаю, сейчас вам покажу как, вот так вот гребешком. Поняли как что? Вот над каждой вот такой бороздкой у меня будет перегной холмиком, 3, 4, может быть даже 5 сантиметров. Другое дело совсем с крупными луковицами. Крупные луковицы, если мы заглубим так мелко, ну, во-первых, они могут подмерзнуть, а во-вторых, они настолько сильные, что они пробьются. Крупные луковицы нужно заглублять на 4-5 сантиметров. Вообще существует правило, вот, по-моему, так и тюльпаны, и все луковичные садят. Берем две длины, вот видите, луковка, ну, она примерно 2,5 сантиметра, берем две длины и на эту глубину мы засаживаем. Но делать 5 сантиметров углубления очень сложно туда в глубину, оно же обвалится. Я делаю такое же углубление, как для малышей, просто я их туда вот так принудительно еще запихиваю. Видите, получилось, что у меня глубина вот этой вот канавочки примерно 2-2,5 сантиметра, и на весь рост я его туда заглубила. Сверху я его также засыплю перегноем. Но это все, дальше технология одинаковая. Также сделаю холмик. Вот одна девушка просила, хочу посмотреть высоту холмика, но я не знаю, как его сложно показать. Но холмик, она земля, ее не видно. Вот видите, как, вот такая была земля, сверху вот такой холмик. Вот такой метод посадки, когда я перегноем их в бороздках укрываю, и еще сверху вот такой холмик перегноя, во-первых, он рыхлый, они весной очень быстро выскакивают, а весной вот этот холмик я вот так разравниваю, просто иду вот так тяпочкой раз-раз-раз. И вот этот дополнительный 4-5 сантиметров, который у меня навалено, я убираю, чтобы малышам легче было выйти. И это как дополнительное удобрение будет. Она, короче, хорошая, рыхлая земля, которая не создает пленки. И удобрение, и утепление. Вот такой метод, способ посадки я использую много-много лет. Пишут, что он же весь вымерзнет зимой. Нет, он не вымерзнет. Прекрасно он получается. А, не вымерзнет, написали, в стрелку уйдет. Вот такие маленькие крошечные луковки, они никогда не уходят в стрелку. Если вы посадите большие луковицы, не азимого, а простого лука, он уйдет в стрелку, обычно уходит. Все. Вот от этого, от глубины заделки, от заглубления, от того, сколько вы сверху наложите, накладете, от этого зависит потом весь ваш урожай лука. Изучайте материалы внимательно. Ну как, не то что изучайте, а внимательно отнеситесь вот к посадке лука. И главное, что вы должны запомнить, что маленькие луковички не более 2 см над ними земли, большие, на глубину 4-5 см. Сверху можно накладывать хоть сколько, главное весной вовремя разровнять и убрать лишнюю шишку. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. У меня очень дождь, я побежала домой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok